С советских времен до нас доходит легенда об одном очень дружном семействе, которое развлекалось тем, что любило всей семьей ездить на отдых в теплые края. При этом, для того, чтобы пробиться через очереди людей, стоящих за авиабилетами и прочими сопутствующими необходимостями, они таскали с собой очень пожилого родственника, ветерана войны, чтобы всех их с его помощью пускали без очереди. И всем этого пожилого человека было безумно жалко, кроме его любящих родственников. Сравнительно недавно в Оксфордском университете прошло заседание ученического совета, посвященное вопросу о том, должна ли Великобритания платить репарации в связи с колониальной эрой. Одним из выступающих был потрясающий юноша азиатской наружности по имени, и я не шучу, Альфа Ли, который выступил с одним бесхитростным тезисом. Ничто, доставшееся даром, никогда не идет на пользу. С вами Тардейский подкаст, наша сегодняшняя тема – льготы. Как всегда, с вами Слав Норильский, 606-й и Фемта. И первая наша тема называется «Льготы материальные и нематериальные». И я передаю слово нашему самому недиванному эксперту по вопросам права, 606-му. Здравствуйте, коллеги. Значит, история какая? Льготы бывают материальными, а бывают нематериальными. Духовными? Да нет же, не духовными. Давайте немножечко проясню, что я имею в виду под материальными льготами, и под льготами нематериальными. Значит, то, что у нас материальное, с этим все понятно. Доллары там, валюта там, деньги, золото, ну и прочие материальные штучки, которые вот пощупать можно. А всякие там бесплатные проезды-то куда? Ну, разумеется, это материальная штука. Окей. Вот, ну то есть, как бы она не совсем материальная, она услуга. Вот, но, скажем так, бесплатный проезд можно ощутить. То есть, вот это вполне себе конкретная вещь. То есть, ты вместо того, чтобы платить деньги контролеру, ты ему показываешь какую-то фельдкину грамоту, и, соответственно, проезжаешь спокойно из пункта А в пункт Б. Ну, льготы бывают еще и нематериальными. Вот с этим немножечко сложнее, и не все понимают, что они на самом деле существуют, эти вот нематериальные льготы. Значит, что такое нематериальные льготы? Это когда, например, при прочих равных условиях, вместо того, чтобы взять на работу вас, здорового, красивого, образованного мужчину, берут какую-то невзрачную девочку. А все почему? А все потому, что эта девочка, на самом деле, какая-нибудь мать-одиночка, и у нее есть льготы при устройстве на работу. Я бы здесь встрял, что... Я не знаю, как ситуация с матерями-одиночками обстоит, но в нашей стране... Нет, это абсолютно серьезно. Я тут недавно общался с коллегами-юристами. У нас просто тут на работе как раз такая ситуация возникла, и действительно ГК предоставляет льготы при зачислении на работу. При прочих равных условиях, разумеется. То есть, если у вас есть два человека примерно одинаковых, но один из них мать-одиночка, другой не мать-одиночка, ну, вы понимаете, что результат, скажем так, кому отдадут это рабочее место, немного предсказуем. Особенно если учесть, что речь идет о замечательных государственных компаниях, которые очень любят блюсти закон, потому что по-другому просто не могут. Ну, я еще в частной компании сталкивался с тем, что один из сотрудников как раз по этой позитивной дискриминации содержался, но он не был зачислен на работу в результате льготных условий конкурса, а его вынуждены были принять на работу, его чуть ли не пригласили, чуть ли не уговаривали, потому что при штате, имеющемся на предприятии, положен был один инвалид. Ну вот да, то есть вот все в таком духе на самом деле. Я просто один из примеров привел, да. На самом деле таких льгот очень много, то есть это вот льготы по правам именно. Ну, насчет очень много я готов поспорить, именно применительно к России, потому что я пытался найти какой-то адекватный перечень льгот и постоянно находил перечни, ну, максимум в два десятка позиций. Это немного, я думал, что их значительно больше. Ну, там просто проблема в том, что они по-разному зарыты на самом деле. Их нужно знать, где искать. То есть они могут быть зарыты где-то внутри каких-то там подзаконных актов. Запросто причем. Это российское законодательство. Тут никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Кстати, вот скажи, ну, понятно, что ты все-таки правовед, а не социолог. Но как ты, как диванный эксперт в этой области, оцениваешь количество людей, количество граждан России, которые вообще не имеют никаких льгот? Ну, на самом деле это подавляющее большинство, как мне лично кажется. Я все-таки хочу, видимо, верить в лучшее в людях, и мне кажется, что подавляющее большинство не имеет никаких льгот. Ну, оговоримся, наверное, что мы в данном случае не берем в качестве льготной категории граждан несовершеннолетних и пенсионеров, потому что это не обособленная категория граждан, но это просто вот так устроена наша биология, что до определенного возраста и после определенного возраста у нас есть проблемы с трудоспособностью. Ну, не только трудоспособностью, там много с чем проблемы есть. Но в любом случае, как сказать, то есть обычно это не вызывает каких-то вообще таких, да... Ну, то есть понятно, что это незащищенные социально люди, как бы у них проблемы вообще в принципе по жизни. Да, и это философский вопрос, что по этому поводу необходимо предпринять. Каждая политическая система решает этот вопрос по-своему. Да, и вообще, необходимо ли ли вот так вот? Да, ну, глубоко в философию забуриваться не будем, потому что мы у нас есть, ну, у The Tardew Foundation, есть определенный конвенциональный ответ на этот вопрос. Мы, к сожалению, от него отталкиваемся, и мы не стремимся его доказать, мы стремимся под его углом рассмотреть эту проблему. Я думаю, можно переходить к следующему нашему пункту, который называется криминализация. И поскольку 606 этот пункт предложил, пусть теперь... Да, я немножечко поясню, что значит вообще криминализация. То есть это когда вот, допустим, вы решили открыть ресторан. Ну, открыли вы, значит, ресторан, тут к вам приходит какой-нибудь там санэпидемнадзор и говорит так. Пссс, пацанчик, пацанчик, дай-ка 100 тысяч рублей, а то мы тебя не закроем. Вот, и, значит, даете вы какую-то взятку, да, и от вас отстают. Вот это вот и есть, на самом деле, криминализация. То есть когда сама по себе отрасль какая-то предполагает наличие значительного количества криминальных элементов, которые от нее кормятся. Это может быть рэкет, это может быть что-то вообще в принципе с отраслью связанное, да? Стоп, ну при чем здесь льготы? А все очень просто. Недавно, так как я работаю в образовании, мне тут поставили такую интересную задачу о сделать студенческие билеты. Ну, если быть точным, заполнить бланки, да, там, для подписи. Я, соответственно, полез, думаю, ну, наверняка в интернете есть какая-нибудь программа для того, чтобы эти студенческие билеты печатать прямо на принтере, вклеивать в обложки, соответственно, да? Ну, или там печатать на карточке, ну, абсолютно неважно. То есть уже получить вот готовый бланк студенческого билета. Только вот вбить туда какую-нибудь экселевскую табличку, и пусть она их печатает. Каково же было мое удивление, когда в среде, не знаю, первых там двух-трех страниц по запросу студенческий билет напечатать у меня вылезла, типа там, покупка и продажа студенческих билетов. Я залез, посмотрел, вот. Ну, и все стало, в общем-то, ясно, что, в принципе, вот именно конкретно по студакам, да, то есть отрасль определенно криминализирована. То есть в любой фелькиной конторе вы можете купить студенческий билет и ездить, соответственно, как студент с кое-какими льготами. Ну, сейчас я не знаю, как ситуация обстоит в других городах. В Санкт-Петербурге все-таки есть определенные трудности с этим связанные. То есть самый популярный вид городского транспорта метрополитен для оформления проездных в том числе на этот транспорт, то есть включая чистый метрошный проездной и комбинированный с трамваями, троллейбусами, автобусами. Да, там нужна справочка хитрая. Необходима верификация, и, по-моему, они даже, они не просто принимают эту справку, они ее пробивают по базе. Но, в принципе, да, обозначим, что есть такая ерунда, что можно скачать в интернете бесплатно, без СМС, без регистрации. Программу, которая вам не только студенческий билет напечатает, но еще и сгенерирует подпись ректора и печать. Ну, на самом деле, я как бы сразу предупреждаю всех деятелей, что, в принципе, как бы подделка государственной печати, ну, если быть точным, печати государственной организации, а это поголовно почти все учебные заведения, значит, как только вы пытаетесь сделать какую-нибудь печать с гербом РФ, ежели вы не представляете какой-то, скажем так, орган государственный, да, или какое-то бюджетное учреждение, то вы начинаете заниматься, так называемой, подделкой. И это действительно карается по законам. Дают-то сколько? Дают, ну, как подделка документов. Но это уголовное? Это уголовное преступление. Да, то есть мы ни в коем случае, мы призываем всех ни в коем случае не пользоваться этими услугами. Ни у кого, никогда. Не покупайте больничные листы, не покупайте никакие справки. Да, потому что, боже упаси, если, не дай бог, по чистой случайности выяснится, то вы в первую очередь окажетесь крайними. И, соответственно, лицом, которое занимается подделкой документации, а это, по-моему, три года, кажется. И что самое главное, ни в коем случае никогда не покупайте поддельные документы об образовании, потому что, во-первых, не сработает, во-вторых, вы сделаете хуже не только себе, но и, возможно, подмочите репутацию учебного заведения. Не, учебное заведение тут как раз-таки вообще не при делах, вот, как правило. То есть, ну, ему все равно с него, что с гуся вода, если, конечно, там их не пачка будет. Ну, я имею в виду, что бывают все-таки прецеденты, когда коррупционная схема, в том числе, включает в себя само учебное заведение. Ну, не целиком, конечно, а в лице каких-то своих нечистых на руку сотрудников. Ну, все мы люди. Ну, это да, это разумеется. Так что, ну, отметим, да, что, чтобы не лежало плохо, будь то материальная льгота, нематериальная льгота, какое-то дополнительное право кому-то положенное, обязательно найдутся люди, которые захотят это лежащее плохо к рукам прибрать. Ну, это, на самом деле, банальный человеческий оппортунизм, как мне лично кажется, да, что я вот не студент, но я вот хочу льготы получать, как бы, даже если это в ущерб будет. Это ерунда. Были более изощренные вещи, изощренные в том смысле, что они не укладываются в человеческую мораль. То есть, смотришь на это и думаешь, эти люди вообще с одной со мной планеты, откуда они такие взялись? Потому что сравнительно недавний прецедент, когда были раскрыты преступные схемы, когда несколько женщин носили регистрировать одного и того же младенца ради того, чтобы получить материнский капитал. Фемта уже там хихикает так тихонечко на фоне. Нет, ну, регистрация одного и того же младенца, это пять. Ну, у него же ДНК не берут. Ну, да, и отпечатки стоп тоже не снимают какое-то. Практически как 50 китайцев по одному паспорту. Ну, вы на самом деле смеяться будете, но, насколько я помню, был такой случай у нас вот в России, это совсем не в тему нашего подкаста, но существует до сих пор советский институт прописки. Вот, и всякие прежие трудящиеся граждане из сопредельных республик, чтобы устроиться нормально на работу, им нужна прописка. Так вот, некоторые предприимчивые бабушки в своё время умудрялись прописывать, кажется, три человека на каждые полквадратных метра своей однокомнатной квартиры. Спят стоя. А, нет, по сменам. Три смены. Нет, тут дело не в том, сколько их спит. Они, скорее всего, даже в этой квартире ни разу не появлялись. Просто сам факт того, что, ну, вот нужна людям прописка, да, там. А есть какая-то предприимчивая бабушка, которая за 500, там, тысячу рублей, грубо говоря, эту прописку вам оформит. Ну, что самое характерное в связи с тем, что у бабушки, видимо, нет никаких родственников, да, и зато есть куча прописанных в её квартире людей, эта квартира, в общем-то, никому не достанется в конечном счёте. В смысле наследства? Ну, да, там очень сложное наследственное дело. Ну, безусловно, человек волен распоряжаться своим имуществом, но голову тоже надо на плечах иметь. Я думаю... Нет, ну почему? Понимаешь, если там есть одинокая бабушка, то, в общем-то, всё правильно делает, я считаю. В смысле, действует по обстановке в соответствии с аппортудистической моделью поведения человека? Не совсем. Понимаешь, просто с одной стороны, как бы, я очень сильно не уважаю этот институт прописки, в принципе, как нечто до сих пор, какой-то атовизм советской эпохи, скажем так, даже какой советской эпохи? Атовизм военного коммунизма, по сути своей. Вот. И вот, знаешь, вот, ну, не знаю, в моей системе ценностей таким вещам не место. Вот. Поэтому люди, которые плюют на него с большой колокольни, ну, всё правильно делают, я считаю. Я бы ещё хотел встретить, ну, просто так вот, в рамках юмора переходим к следующему пункту. Я восхищён твоим пассажем на тему того, что бесплатный проезд в транспорте можно ощутить. Показал проездной, льготный, и настроение твоё улучшилось. Да. Ну, я имею в виду, что это, как сказать, то есть, в конечном счёте это приводимо к материалу, ну, это приводимо к денежному эквиваленту, очень запросто. Да. Все помним недавний скандал с монетизацией льгот, который вроде хотели-хотели-хотели ввести, но так и не решились. Да. Ну, то есть, например, как сказать, то есть, материальную привилегию женщины на право, скажем так, преимущественное право усыновления, которое, кстати, нигде не записано, насколько я помню, да, оно вот, например, его к деньгам не особо приведёшь. Действительно. То есть, оно есть, но там скорее это умозрительная такая вот оценочная категория, что это бесценно, ибо настолько хорошо и волшебно, что просто вот по-другому и быть не может. Да. С точки зрения права получается, что вообще неприводимо, потому что человеческая жизнь неприводима к деньгам, как бы лицемерно это ни было. Ну, на самом деле, тут, понимаешь, тут скорее это всё-таки, мне кажется, философская категория, потому что, ну, вопрос в том, что идёт распоряжение человеческой жизнью, а не, собственно, ну, распоряжение не в плане того, что, грубо говоря, убил, не убил, да, а вот именно что, а по какой стезе этот человек, вот, ребёнок пойдёт. В зависимости от того, кто будет его опекуном, родителем и воспитателем? Да, да, да. Вы знаешь, это очень такая вот скользкая тема, я просто... Я и говорю, это философская категория, ни в коем случае не юридическая. Я просто по этому поводу имею очень неприятное мнение, именно по поводу, оно имеет прямое отношение к альготам, что с учётом, скольки, четырёх столпов права, вроде бы как человеческого, но которое почему-то распространяется только на женщин, это преимущественное право воспитания ребёнка, не абсолютное, но очень широко практикуемое, это право на вэлферы алименты, опять же, не закреплённое строго за женщинами, но, как правило, ими получаемое, право на, ну, репродуктивное право, то есть право на прерывание беременности, и... что там четвёртое-то было? Четвёртое я забыл. Боди-автономия? Боди-автономия – это общечеловеческое. Ага. Тогда оно подходит. Нет, его на самом деле никто не любит, потому что боди-автономия, она как раз-таки включает в себя право на прерывание своей жизни самостоятельно. А, да, вспомнил. И право на отказничество. В смысле отказничество? Когда мать может отказаться от собственного ребёнка. А отец не может. А отец не может. Дело в том, что вот эти четыре столпа... Странно звучит, на самом деле. Право на отказничество есть, притом оно обратимое. В нашей стране в течение полугода мать, отказавшаяся от ребёнка, имеет право отказаться от отказа. Я просто хочу сказать, вот эти четыре столпа создают очень интересные отношения между женщиной и её ребёнком. То есть она может его, скажем так, предотвратить его появление на свет. Нет, не будем называть это убийством, будем называть это уничтожением. Она может его уничтожить. Она может получить от него прибыль. Аннигилировать. Она может отказаться от владения им. Как называется категория вещей, которые отвечают этим признакам? То есть которые приносят прибыль, от которых можно отказаться и которые можно уничтожить. Это называется частная собственность. Это не просто имущество, это частная собственность. Право частной собственности, как бы, ты спрашиваешь, как называется категория вещей. Категория вещей не может называться категорией права. Личная собственность, такая как зубная щётка, не приносит человеку прибыли финансовой. А частная собственность приносит. Ну, детишки, они тоже далеко не всегда приносят прибыль. Алименты вэлфер. Нет, на самом деле там не только алименты вэлфер. Там ещё можно чада пораньше на работу угнать. Это всё-таки с этим борются хоть как-то. Это не право женщины. Ну, ты не скажи. Как бы, это на самом деле, как сказать, прям совсем с детским трудом борются. Ну, есть там вот, допустим, детки 16 лет. Ну, это есть, безусловно. Которых можно, в общем-то, невозбранно эксплуатировать родителями. Но это не право всё-таки. Это не право. И в этом смысле я просто хочу сказать... Это возможность. Именно в рамках нашего подкаста я хотел... Это моя точка зрения, но я надеюсь, что вы, коллеги, её разделяете. Никто не должен обладать таким уровнем власти над человеком. Над живым человеком. Даже если это ребёнок. Особенно если это ребёнок. Ну, мы, кажется, уже в теме о гражданстве говорили, что человек по сравнению с государством это как-то выглядит очень тухло. Вот, собственно, здесь получается такая же ерунда, что ребёнок как существо бесправное по сравнению с родителями выглядит тоже очень тухло. По сравнению с матерью я всё-таки уточню. Ну, нет. Я всё-таки расширил это к категории... Ну, то есть это понятие только по одной причине. Потому что, на самом деле, как-то я хочу всё-таки верить в лучшее в людях. Ну, ты понимаешь. Я тоже. Ну, переходим к следующему. Что-то мы засиделись на криминализации. Третий пункт у нас называется «Льготы государственные и негосударственные». Я сразу же вброшу на тему того, что такое льготы с моей точки зрения. Я считаю, что любая льгота, любая законная привилегия, любая квота, любая попытка государства вмешаться в свободу конкуренции между индивидами всегда происходит от того, что государство где-то не заткнуло дыру в собственных обязательствах. И замечательный пример в Советском Союзе была такая особая категория людей – студенты-колхозники. То есть это люди из сельских местностей, на которых в учебных заведениях в Москве, в Петербурге и в прочих городах-миллионниках существовали квоты. Так называемые «ацахи». Да. Каждый крупный университет или институт федерального значения, общесоюзного значения, я извиняюсь. Да, набирал определенное количество колхозной молодежи. Был обязан брать определенное количество людей с сельской местности. Почему так? Потому что в Советском Союзе, ну, скажем, городов с хорошо поставленным высшим образованием было где-то, наверное, может быть, 10 на 250 миллионов человек населения. В России их осталось 3. Я ни в коем случае не хочу обидеть студентов Иркутска, если таковые нас слушают. Я прекрасно знаю, что у вас прекрасно тоже поставлены высшие образования. Но все-таки это не уровень Москвы, это не уровень Санкт-Петербурга и это не уровень Новосибирска. Для того, чтобы иметь хоть какую-то гарантию того, что человек получит качественное высшее образование, которое будет качественным и по содержанию, и по своей юридической форме, у него нет другого выбора, кроме как ехать в один из этих трех городов. «Потому что в других городах нормальных университетов не построено». Ты меня прям шокировал тем, что прям были квоты-квоты. «Не, они серьезно были». «Ну…» «Они и сейчас, собственно, есть». «Именно прям квота, что вот прям сколько-то там процентов надо взять людей из деревни?» «Ну, ты знаешь, вот на самом деле, если ты вот в эту приемную комиссию бы поинтересовалась, как это сказать, списками поступивших, зачисленных точнее, не поступивших, а списками зачисленных, да, вот на первый курс, ну, например, московских вузов, я вот просто поинтересовался. И честно скажу, я был сильно удивлен, когда увидел такое количество людей, у которых вот в поле «Проходной бал», написано Крым. «А, ну, бывает такая тема, это потому что у них не было ЕГИ». То есть людей берут вообще без проходного балла, вот просто на основании того, что у них в паспорте стоит Крым. Ну, потому что у них ЕГИ не было. «А, понимаешь, кого, простите, беспокоит чужое горе? Фактически это льгота. Фактически я вот сейчас приеду в Крым, пропишусь там по-быренькому, суну кому надо на лапку. Мне там, понимаешь, даже обнаходиться не обязательно. Не взлетит. Ты, по-моему, уже пропустил вступительный сезон. Это была экстренная мера в связи с тем, что вот нынешняя абитура, которую через полгода загребут в армию, не имеет на руках ЕГЭ и не готова его сдавать. Это разовое мероприятие. Понимаешь, сама эта ситуация назрела еще, по-моему, в прошлый учебный сезон. Ну, как это, в прошлое... Ну, прошлое лето, в общем, она уже была очевидна, скажем так. Нет, я не прав. Просто Крым, насколько я помню, внезапно появился в составе Российской Федерации где-то, по-моему, в мае месяце, что ли, прошлого года. Ну, около, да. Ну, вот, соответственно, у нас июнь, июль, август. Время поступления студентов. Я говорю не про прошлый год, я говорю про этот год, коллеги. То есть ситуация была ясна, видимо, в прошлом году, и ситуация ясна в этом году, как бы. Ну, окей. Так нет, подожди. Утверждалось про массовые... Что? Квотирование колхозников. Ну, не суть. Я просто говорю, что, как бы, это и сейчас есть. Ну, сейчас все-таки нет отдельной квоты для жителей сельской местности. Замечательно. Но мы и не в Советском Союзе живем, вы не находите. Да. Вот. Поэтому у нас и нет отдельной квоты. Зато у нас есть квоты для других людей. Ну, давай все-таки переползать немножко к негосударственным льготам. Я попытался вот как-то прикинуть, какие есть негосударственные льготы. Да, давайте дадим определение. Вообще, в принципе, единственное, в чем мы конкретно сложали, коллеги, мы не дали определение льготам. Вот что по-нашему льготы? Мне кажется, что льготы, это вот когда берут какие-то деньги, да, и перераспределяют каким-то нуждающимся. Или берут какие-то права и выделяют, как там у Орла было, все звери равны, но некоторые более равны. И делают каких-то зверей более равными. Вот. Соответственно, если мы берем льготы негосударственные, то более равными там вряд ли получится, поскольку, как правило, в негосударства каких-то прав особых нет. Ну, я бы, может быть, все-таки сказал, что при статистически значенном числе льготников, обладающих нематериальными льготами, то есть когда речь идет о тысячах или даже миллионах людей, их нематериальные льготы сводимы к деньгам. То есть все в этом мире сводимы к деньгам. Ты сам прекрасно понимаешь. Мы просто говорили, что вот нематериальные льготы, это такие, которые нельзя пощупать. На уровне государства, на макроуровне, мы можем ограничиться тем, что льготы, это банальное перераспределение денег от авторитета. То есть государство в лице своих законотворцев решило, что какая-то группа является социально ущемленной и решило перераспределить деньги от остальных этой группе. Так возникает льгота. То есть я именно в этом смысле что-то сказал, что льгота это перераспределение денег, а потом оговорился, либо прав. И вот я считаю, что можно все-таки, мы как минорхисты, либертарианцы, сторонники свободного рынка, можем ограничиться и сказать, что нет, речь идет только о деньгах. На уровне государства речь идет только о деньгах. Сводима. Нет, понимаешь, как бы любая вещь сводима. Да, просто вопрос в том, что сводимость этой вещи может быть неочевидна. То есть сводимость права неочевидна к деньгам. Сколько стоит твоя жизнь? Точнее, твое право на жизнь. Это, в принципе, по-моему, это вполне себе эквивалентные вещи. По этому поводу... То есть миллион, два миллиона долларов. Ты наверняка слышал эту старую добрую телегу, что именно с тем, что у нас жизнь провозглашена бесценной, связана проблема того, насколько сложно в России застраховать человеческую жизнь. Но она же, тем не менее, страхуется, по-моему, на миллион рублей или два миллиона, не помню. Вот насколько страховая компания согласна застраховать мою жизнь, столько моё право на жизнь и стоит. Да, но ты же понимаешь, что тут можно долго спорить насчет методики. Например, вот твоя заработная плата составляет на данный момент 10 тысяч долларов. И, соответственно, это будет 120 тысяч долларов в год. Соответственно, за всю свою жизнь, если учесть, что ты работал, начиная с 18, заканчивая твоим пенсионным возрастом, который равен, ну, предположим, 60 годам, к тому моменту, как ты выйдешь на пенсию, соответственно, ты заработал сколько там миллионов долларов. Вот это вот твоя будет как бы цена твоей жизни. То есть столько, сколько ты гипотетически заработаешь за всю жизнь. Методика, да, я согласен, важна. Да, то есть тут ты можешь, на самом деле, предлагать любые методики, и найдется очень большое количество людей, которые будут считать, что эти методики, в принципе, адекватны. Да, и не будем забывать, что есть еще либеральная методика, которая гласит, что абсолютно каждая жизнь ценна, даже если эта жизнь потребляет в бесконечное число раз больше денег, чем когда-либо, возможно, способна произвести. Да, 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 да. Ну и, соответственно, как такую вещь застраховать? Да никак. Никак. Вот, то есть, понимаешь, как бы тут можно 100-500 способов, как бы в зависимости от того. А вот в какой-нибудь мусульманской стране цена жизни, например, там, обещание 100 девственниц в раю. Да, в рубли это сложно переведешь. Опа, да, вот как ты это в рубли переведешь? Слушай, вот, ну я условно говорю, конечно, там все немножечко гораздо более по-другому, но смысл можно к этому свести, грубо говоря, да. Вот, а тут вот у тебя есть билет, да, и ты за него не платишь. Ну, пожалуйста, как бы, вот как ты там не изгаляйся, да, как ты не вывертывайся, но все сведется к тому, что цена твоего безбилетного, грубо говоря, проезда, оно, она тождественно равна цене билета. Поэтому это, как бы, вещь сугубо материальная. То есть, да, услуга, конечно, ее сложно, как бы, пощупать, я согласен, ее сложно ощутить, вот, но... Ей можно наслаждаться. Да, ну, то есть, она материальна, она... Она не вещественна, она вот именно, что материальна. То есть, это вот какое-то вполне себе ощутимое благо. Кстати, сейчас я заверну за негосударственную льготу самый, наверное, популярный пример среди российского креативного класса. Дополнительная медицинская страховка добровольная, оплачиваемая работодателем. И? Можно это считать примером негосударственной льготы? Это нельзя считать примером льготы. Люди, работающие на корпорацию, которая обеспечивает дополнительную медицинскую страховку, обладают ею? Люди работают... Перераспределение где? А, а перераспределение в труде на самом деле? Не совсем. Просто, понимаешь, насколько мне известно, очень маленькое количество предприятий, на которых ты не можешь отказаться от ДМС. Ну, вот вдруг тебе не нравится по религиозным соображениям, например. Опа! То есть, ты вот считаешь, что врачи это всё от дьявола, например. И вот ты взял и отказался от ДМС. Так, то есть, мы, кстати, этого не обозначили в нашем... Ну, это... Не, просто льготы в классическом их понимании, то есть, то, что предоставляет государство, штука сугубо, как сказать... Ну, то есть, там вот именно распределение тебя обязывают... То есть, распределение обязательное. Ты можешь ими не пользоваться, например. То есть, многие... Ну, чисто гипотетически, я могу себе представить пенсионера, который идёт в полную цену, покупает себе билет. Ну, я точно так же... Ну, я не могу себе представить, скажем так, человека, который не платит налоги, ему за это ничего не будет. Чтобы этот пенсионер мог поехать и не воспользоваться своей льготой. Я согласен, что особенно, когда речь идёт о работодателях небольших, то есть, не о каких-то международных мегакорпорациях, а всё-таки о сравнительно малом и среднем бизнесе, то там очень часто сотрудникам идут навстречу и говорят, что да, мы понимаем, тебе нужна еда, одежда платить за квартиру, свет, газ, поэтому да, мы идём тебе навстречу и говорим, что ты можешь отказаться от добровольного медицинского страхования и получить эти деньги на руки. Ну, разумеется. Но при том, я точно так же видел корпорации, в которых этого нет. В которых человеку при трудоустройстве дают в зубы полис ДМС и говорят, иди работай. Тогда это можно считать льготой. Но это огромная редкость. И плюс, эта льгота всё-таки не гарантированная. То есть, корпорация не берёт на себя обязательства поддерживать людям ДМС. Корпорация просто говорит, ребята, мы хорошо закрыли финансовый год. Ваши полиса ДМС будут действительно ещё один год. Если мы плохо закрыли финансовый год, они действительно следующий год не будут. Или будут действительно ограничены. Ну, такие варианты тоже возможны. Это его. Какие же бывают невосударственные льготы? Ну, ты знаешь, в принципе, если при таком определении получается, что их нет. Ну, как мне лично кажется. Потому что тот пример, который мы тут обсуждали долго мучительно всё-таки вот с этими, с фондами, которые помогают голодающим детям Африки, например, это всё-таки немножечко не то. Это уже какие-то не льготы получаются, а просто благотворительность. Ну, оно не подходит под это определение. А то, что там, типа, ну, была такая байка, что Microsoft продавал Африке свою Windows-а-бакс из экземпляра. Это тоже не прокатит как льготы, да? Ну, ты знаешь, как бы у наркоторговцев, у них вот тоже первая доза льготная. Это захват рынка. По этой же причине в России продают ноутбуки с предустановленным Windows. Мы имеем 140-миллионную страну, в которой никто не умеет пользоваться альтернативами. Ну, на самом деле вы удивитесь, но так живёт весь мир. Я вам расскажу про удивительную историю. Раз в шесть зашла за Microsoft, да, всё-таки к чему приводят льготы? Я имею в виду среди поставщиков программного обеспечения. Значит, жил был Microsoft в России, и в один момент он вот в 2000-е годы он понял, что школы очень любят пиратскую Windows себе ставить. А там как раз тогда вот антипиратская компания началась и всё такое. Значит, был создан так называемый пакет первой помощи. Кто работал в школах, тот прекрасно поймёт, о чём я говорю. Ну, значит, это какой-то набор программного обеспечения, там винда, офис, соответственно, серверная винда и так далее и тому подобное. Ну, то есть какой-то небольшой относительно набор, которого по идее должно школам было хватить. Как и всё по Microsoft для юридических лиц распространялось всё это дело по подписке. Соответственно, цена этого пакета была просто нереально дешманской. Ну, прошло там несколько лет. По-моему, года три или четыре она просто существовала. И, соответственно, пакет первой помощи был заменён самыми обычными подписками. На общих основаниях? Да. И школы продолжили платить? Ну, на самом деле там, я честно скажу, там всё равно как бы есть, к чести Microsoft'а, есть пакет для образовательных учреждений. Там действительно винда более дешёвая, но проблема состоит в том, что вот эта вот дешёвая винда, она на самом деле поставляется только с одной целью, чтобы людей научили работать с виндой. Да. Ну, то есть фактически занять рынок заранее. Уже можно перетекать к трамваюм и велосипедам? Да. Давай. Давай, короче. Например, у нас есть какие-нибудь студенты. У них... Они учатся в каком-нибудь государственном вузике, соответственно, уф, государство платит им стипендию. И государство даёт им льготу на трамваи, автобусы и прочее метро. Вот. Таким образом студенты ездят на трамваи, на троллейбусе и на метро. И таким образом уф, транспортная компания получает государству денег за то, что они продают эти проездные и типа... И что студенты типа и пользуются услугами транспорта. Соответственно, если бы не было льготы, то, очевидно, студенты бы не ездили на трамваях, автобусах и метро или ездили бы меньше, а пользовались альтернативными способами перемещения по городу. То есть банальный велик, да? Соответственно, льгота это... В данном случае это получается навязывание студентам... Буржуйского образа жизни, юно... Не как это? Раннего ожирения. Раннего ожирения и услуг метрополитена и прочих трамваев. И как это называется, когда мало двигаешься? Гиподинамия. Гиподинамия, точно. Вот. То есть это заговор... Да, это заговор, короче, государства. Так что, если нам нужна здоровая нация во имя Великой России, призываем вас, обменить льготы студентам, чтобы... И подарите каждому велосипеду. А для пущего эффекта сделать всё это в декабре. Да, и у нас будет самая здоровая в мире страна. Самая закалённая. Да, ну, правда, количество больных геморроем... Чем там ещё? Как это болезнь-то называется? Когда вот суставы отморожены? Артроз, артрит. Да-да-да, вот это вот всё, короче. Резматизм. Оно тоже как бы будет очень сильно увеличиться. Ну, не суть. Ну, то есть, получается, ну, или там, втирая за тех же студентов, они могут пойти в метро... Извиняюсь, в кино, могут пойти в музей. Но в музей им бесплатно. Поэтому они не идут в кино, и денег у них тоже нет на кино. Ну, я что-то, честно говоря, я заметил очень большое количество молодых людей, предположительно студенческого возраста, в кино. Но тут как раз-таки проблем никаких нет, вот честно скажу. В Эрмитаже давно не было. В Эрмитаже? В Эрмитаже я вообще тебе, честно скажу, я там только школьников видел. Студентов я там не видел. Ну, вот, школьники тоже. А школьники туда ходят исключительно на экскурсии? Ну, я, в принципе, наверное, поддержу Фенту в этом вопросе, что проблема не в том, что студентам разрешают ходить в Эрмитаж или там ещё куда-то. Проблема не в том, что студентам разрешают на льготных условиях ездить на трамваях и троллейбусах и прочее. Проблема в том, что студент не может отказаться от льготного проездного в пользу того, чтобы ему подарили льготный велосипед. И студент не может отказаться от льготного посещения музеев, чтобы ему подарили льготный билет в кино. Это навязанная услуга. О да, детка, разговор зашёл за навязанные услуги. Не, на самом деле навязанные услуги это очень опасная, противная и мерзкая штука. Это для навязанных услуг существует замечательное международное слово рэкет. И другой пример навязанных услуг, это когда вместо, к которому уже более-менее все привыкли, торговца всякой ненужной мелочью, в вагон метрополитена заходит стриптизёрша. Станция проходит между рядами, а затем следом за ней идут двое квадратных людей и собирают с людей добровольные взносы на её вэлбинг. Да, причём делают они это подвешивая, короче, первого попавшегося пассажира кверх тормашками, да, и тряся его до полного опустошения его кармана. Ну, это комичная ситуация. Мне рассказывали, я, честное слово, мне рассказывали, я сам не видел, но мне говорили, что подобные вещи в России в 90-е годы происходили. Ну, вот знаешь, вот честно с трудом вериться, мне кажется. Мне тоже. В России в 90-е много чего могло происходить. Там вообще говоря, можно и без стриптизёрши это всё. Не, ну просто на самом деле, я честно скажу, я не удивляюсь, потому что вот вы только что описали, по-моему, всю суть налоговой системы. Чёрт. Засада. Вот, не, на самом деле, я, как и любой либертарианец, уверен в том, что, в принципе, между государством и организованной преступной группой, с точки зрения, вот, в принципе, с точки зрения сути идеи, да, там разницы, на самом деле, никакой нет. Посольство. Единственная разница. Ну, у них там тоже свои посольства есть, дорогой мой. Ну, не знаю. Они же там между собой взаимодействуют каким-то образом. Ну да, ну я имею в виду посольство как общественный институт, не как вот... Ну да, нет, нет, ты имеешь в виду как институт дипломатии, но у них есть свой институт дипломатии, у них есть свой свод законов там, вот, у них там даже международное право есть, ну, в смысле, междугруппировочное, как, короче, разборки устраивать там между собой. Понятия, все дела. Суть, ну, самая главная суть государства и ОГП, ОПГ, пардон, состоит в том, что вот как раз-таки живут они одним и тем же. То есть, ну, в случае государства это называется налоги, а в случае преступной группы это называется рейкет. Ну и поскольку о некоторых вещах мы вынуждены все-таки говорить не будем, я приведу другой пример реформации католической церкви, то есть раскол католиков на римокатоликов и протестантов, который, в принципе, тоже заключался в этом, заключался в том, что у церкви не только появились свои интересы, но и встали в центр фокуса всех ее действий, как института. Так что у меня такое впечатление, что мы вот как-то накрыли вот в попытке найти какие-нибудь негосударственные льготы, вот третьим пунктом, мы накрыли четвертый пункт, в чьих же интересах все-таки льготы существуют. И хотя мы, наверное, можем признать, что бывают такие случаи, когда льготы задумываются и реализуются, как действительно альтруистичный порыв сделать общество более справедливым, проблема в том, что эта система неустойчива. Ну, проблема в том, что, вот я чем больше пытаюсь разобраться, да, вот у нас вот все вот эти социополитические процессы, они имеют свойство протекать вот как в России, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот, поэтому, вот в Welfare State идея хороша, да, по что она выразилась в современном ее виде? В том, что одни обеспечивают других. Ну, фактически, да. Ну... White trash, как бы, вот это вот все. Я не знаю, по-моему, этот систем Welfare изначально задумывался как мера успокоения наиболее буйной части населения. Я тут, кстати, недавно посмотрел один очень интересный подкаст на английском. Там проводилась такая интересная параллель, что как только женщины приходили к власти, то есть получали право голоса в любой стране, в течение 10 лет страна деградировала до уровня Welfare State. Окей, глубоко, хотя... Интересно все-таки, сколько у них государств выборка была? Там приводился пример, как Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Великобритания, Канада. Может быть, еще что-то. Я тебе скину подкаст, потом посмотрим. Ну, спасибо, и я думаю, я в описании этого подкаста тоже включу соответствующие ссылки, и на этого замечательного юношу по имени Альфа Ли тоже ссылочку кину, потому что он очарователен, с таким именем он не мог быть каким-то другим. Ну, на самом деле я не могу сказать, что я полностью с этим согласен или не согласен, потому что надо смотреть, по какой выборке они работали и прочее, и утверждать, что вот скатилась в Welfare State, давай не будем забывать все-таки, что... Ну, там это, понимаешь, бездоказательно вводится, поэтому... Что телега про то, что женщины никогда-никогда-никогда до XIX века, до конца XIX века не имели права голоса, это ложь. Женщины имели право голоса в XII веке, женщины имели право голоса в XIV веке. Да это понятно, нет, там это самое, там все немножко по-другому, там просто ортодоксальный Мектау. А, эти ребята. То есть обозначим просто, что наступает определенный момент в истории, когда именно право голоса становится всеобщим. То есть в женщинах здесь проблема или нет? Все-таки, наверное, здесь проблема в том, что люди начинают терять чувство ответственности. Ну, проблема в том, что человечество пытается как бы посредством маразма дойти до оргазма, и это уже очень давно. Вот, то есть принимаются как бы пачки законов, которые в идее, ну, в своей букве идеи как бы должны быть направлены на что-то лучшее, да, а по факту получается полное, как всегда. Дайте фемте слово, дайте фемте слово. Извините. Кто-то из моих знакомых говорил, что так плоха именно система голосования, что человек, у которого есть право голоса, не ощущает себя привилегированным, и поэтому никак не мотивирован, то есть вообще никак, чем-либо думать в процессе голосования. А, это в контексте этимологии слова «идиот», да? Это было в контексте всеобщего избирательного права. Этимология слова «идиот», понятно, что в старину, давным-давно, в античном мире, идиот – это был человек, который обладал правом голоса, но не пользовался им, в том числе. Ну, одно из значений этого слова. Хм, сомнительно. Ну, вообще, да. Там это как-то, типа, одиночка, или типа того, что он общественными делами не занимается. Ну, мы встречали такую трактовку этого термина. Насколько она адекватна, мы не знаем. Комментаторы могут нас разнести, но в любом случае она интересна именно применительно к проблеме льгот. Мы не знаем гречески. Что когда льготой обладают все, она становится правым, и мы перестаем ее замечать. Ну да, но лучше она не становится как явление, поскольку мы уже рассмотрели, в принципе, чему она может приводить. Так что, что мы посоветуем? Делайте выводы. Меняйте мир вокруг себя, если вы можете это сделать. Ну, или, по крайней мере, понимаете, откуда есть, пошли, явления, которые вас окружают. Словом, как мы говорили в некоторых ранних наших переводах, не забывайте поддерживать диверсификацию собственных убеждений. Спасибо за внимание всем! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok